Здравствуйте! Ирина Капитурова задала нам вопрос, что ребёнку пошёл пятый месяц, а животик всё беспокоит. Пьют бифидобактерин, эспомизан, ребёнок на грудном скарме. Уважаемая Ирина, у меня целое видео по кишечной колике у малышей, но я вам хочу сказать, что основной пик проявления кишечной колики это 2 месяца. К 3 месяцам он угасает, но в целом где-то угасает к 6 месяцам. Конечно, многие это связывают с грудным скармением, что мама что-то съела, вызвала у ребёнка усиленное брожение. Многие это связывают с каким-то волнением, беспокойствами, с ранним переводом на искусственное скармение. Но на самом деле причина вот этих кишечных колик кроется в том, что идёт незрелость желудочно-кишечного тракта, незрелость ферментов, дисбаланс между условно-патогенной флорой, которая заселяет кишечник. И поэтому очень важно, дорогая Ирина, чтобы вы продолжали кормить грудным молоком. Всё у вас пройдёт, всё нормализуется. Все препараты, о которых вы говорили, честно вам скажу, это просто... Я всегда говорила своей маме, что это лекарство для мамы. Она просто себя успокаивает. Долаясь, помизантом, дисфлотил, платон, то есть все они на одной основе, эти препараты. И ребёнок на какое-то время становится спокойным. Но на самом деле эти препараты малоэффективны. Что касается бифенобактерина, то эти препараты, вообще все биопрепараты, просто так давать не стоит. Взять, сделать анализ каланодисбактериоз и посмотреть, нуждаетесь вы в этих препаратах. Но я думаю, что вы в них не нуждаетесь. Эти лекарства вам не нужны. Продолжайте кормить грудным молоком. Выкладывайте ребёночка на животик. Делайте массаж. Спокойнее просто относитесь к этим кишечным коликам. Да, они встречаются в одно и то же время. Ребёнок беспокоен, кричит. Но всё зависит от вас. Если вы начинаете тоже волноваться, беспокоиться, у вас вырабатывается кортизол, который попадает в грудное молоко, ещё больше вызывает волнение вашего малыша. Поэтому спокойно отнеситесь. Возьмите пелёночку тёплую на животик. Возьмите компресс полуспиртовой, сделайте на животик. Погладьте почасовой массаж, сделайте на животик выложите. Живот к животу приложите. На мяче фитоболи очень хорошо зарядку сделать с таким малышом. И просто быть спокойным самим. Всё это пройдёт. Главное, сохраняйте спокойствие и кормите ребёнка грудным молоком.